Всем привет! С вами Михаил Салаев и проект по видеомаркетингу на виду. Сегодня мы расскажем о третьей стратегии видеомаркетинга – продвижение в топ YouTube. О плюсах, минусах, в общем, для чего она нужна, что нужно делать, а нужна она, чтобы получить постоянный бесплатный трафик на ваш сайт. Продвижение в топ YouTube – это уже довольно устаревшая стратегия, но до сих пор она все-таки работает. Есть, конечно, ниши, где жуткая конкуренция, все рубятся, и даже вкладываться туда, наверное, нет смысла, поэтому нужно анализировать конкретно вашу ситуацию, или вы сами можете посмотреть запросы и конкуренцию на YouTube, чтобы понять, пользоваться этой стратегией или нет, а в чем она, в принципе, заключается. Вы подбираете вначале, например, 10 ключевых запросов, по которым ваши потенциальные клиенты могут вас найти. И которые чаще всего вводят в интернете в поиски в YouTube. И подбираете их таким образом, чтобы они были наиболее популярны, чтобы достаточно было, часто их вводили, и чтобы, например, в Google или в Яндексе появлялись видеоролики прямо на главной странице, даже не во вкладке видео, просто на главной странице этих поисковых систем. Если там есть видео, то, скорее всего, вы можете, если вы вложитесь, правильно все сделаете, попасть и заместить его, и оказаться на главной странице Google и собирать трафик и оттуда. Каким образом подбирать ключевые слова, какие сервисы использовать, это мы расскажем в более подробном ролике, если он появился, то есть ссылочка в описании. А так, получается, главная задача продвижения в топ, чтобы видеоролики по этим ключевым запросам, которые мы создали, мы их продвигаем с помощью специального чек-листа в YouTube, выкладываем их по одному-двум штукам в неделю, и делаем так, чтобы эти видеоролики попадали в топ. И делаем так, чтобы эти ролики были интересны, и у них было большое удержание, чтобы они были определенной длины, которая будет конкурировать с теми роликами, которые есть по этому запросу. Ну, это отдельная тоже стратегия. И если мы попадаем в топ по множеству ключевых запросов, и роликов будет 10, 20, 100, то в дальнейшем мы будем понемножку, понемножку, а может быть и некоторые ролики будут очень хорошо входить и попадать и собирать трафик еще с других источников, к нам будет постоянно литься бесплатный трафик на видео, который мы можем, будем конвертировать уже в продажи. Кроме этого, если вы продвигаете активно YouTube в своей нише по множеству ключевых запросов, то также это работает на узнаваемость вашего бренда. Видеоролик открыл один ваш, второй, может быть посмотрел только начало, логотип увидел пользователь, но уже потом, когда он начинает выбирать компанию, раз он у вас открыл ваш сайт, ага, узнал, особенно если видеоролики ваши брендированные с вашими логотипом, ну и как бы скорее всего выберет вас. Это тоже работает в плюс. Получается, что основной плюс этой стратегии в том, что мы можем получить бесплатный трафик в будущем. Второе, мы можем сделать так, чтобы продвигался наш бренд, и нас считали экспертами. Минусы, что это очень труднозатратно, это очень долго, то есть это вкладывание деньги в будущее. Эффект может начинаться там от трех месяцев, а может быть только начнется через год. Уже нормальный окупаемый эффект от этой стратегии. Но из-за того, что здесь мы создаем свою экспертность, я считаю, это самым основным, это мы создаем наше ключевое преимущество. Представьте, что у вас, не знаю, заберут каких-то важных клиентов, кто-то там отберет каким-то образом, переманит к себе, но создав какие-то каналы, полезный контент для других, да, надо вкладывать очень много сил, это потенциальное огромное преимущество. У вас уже никто не заберет. Это уже конкретно и точно ваше. И принадлежит вам и вашему бренду. Сейчас активно продвигаются в YouTube через похожие видео. Об этой четвертой стратегии мы расскажем в Next выпуске. А так, мне очень интересно узнать, как вы считаете, продвижение в топ YouTube, эта стратегия, она в ближайшие 2-3 года будет еще актуальной, или все-таки она умрет. С вами был Михаил Салаев. Подписывайтесь на наш канал и будьте на виду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!